Начну с новости, которую мы заслужили. Некто сенатор Цеков из Совета Федерации предложил отбирать у россиян, что после начала известных событий уехали за пределы страны. Так вот, Мужчинка предложил отбирать у таких граждан имущество. Ну да, прям так и сказал у всех, кто критикует сейчас Россию из других стран. У этих Хургантов и Моргенштернов нужно все конфисковать и отдать это имущество, например, участникам СВО. Красавчег, я считаю, красавчег. Ильф и Петров все-таки были немножечко провидцами. Да что тут предлагать? А то пишут, пишут. Конгресс, немцы какие-то. Голова пухнет. Взять все, да и поделить. Это реальная журналистика. Здравствуй, елка, Новый год в темах сегодняшнего выпуска. Поехали! Хотя, если серьезно, я не очень понимаю, как ЦЕКА в свою бредовую идею осуществить собирается. Ну просто я-то, я ж дебил, я рассуждаю с точки зрения законности ситуации, вот и хочу понять. По какому закону неадекватный товарищ ЦЕ собирается отжимать у людей их собственность? На основании чего вообще? Ну давайте на пальцах. Очевидно. Что в данном случае понадобится какое-то решение суда, так или нет, даже в российских реалиях. Но оно понадобится. И что же в этом решении должно быть написано? Суд постановил конфисковать у Васи Кукарекина квартиру, машину, бизнес, потому что Вася Кукарекин, находясь в Германии, позволил себе критику в адрес депутата Цекова, считающего себя не больше, не меньше Россией. Так что ли? Ты втираешь в меня какую-то дичь. К слову, вот он и меня тоже умиляет. Вот это вот ставшее уже традиционной подмена понятия. Они не критикуют Россию. Ну что за вранье? Бол, шить. Давайте честно. У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. Это не я придумал. Так было всегда. Критика, которую слышу я, например, от тех же уехавших, она каждый раз касается конкретных людей, конкретных должностных лиц, чиновников, депутатов, нерадивых или там вороватых представителей бизнеса, наконец, причем тут Россия или вот этот вот Цепов еще раз, которому только что пенделя отвесил Россию и себя возомнил. Так, чувачок, здорово ошибается. Он всего лишь слуга народа. Сенатор от маленького Крыма, представляющий в том Совете Федерации интересы жителей своего региона и все. Не нефть и газ. Наш преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наши преимущества Путин. И мы его должны защитить. Спасибо. Какое ослепительное чувство собственной важности. А, или вот это имелось в виду. Так и здесь я вас расстрою, дорогие ура патриоты. Путин это тоже не вся Россия. Кто забыл, я напомню, у нас президент избирается прямым голосованием на определенный срок. Шесть лет сейчас срок президентских полномочий составляет президент. Это не царь. Да, это высшее должностное лицо, но на лимитированный период времени и это лицо, как и в случае с Цеповым, представляет интересы своих избирателей. По итогам выборов 2018 года Владимир Владимирович набрал 56 миллионов голосов. Это действительно рекорд за все время пребывания Путина у власти. Ну и такие рекордные цифры. Это даже не половина россиян, а всего лишь чуть больше трети. В России 145,5 миллионов граждан насчитали в ходе переписи. Напоминаю, берите калькуляторы вперед. Друзья, я всегда строго придерживался и придерживался Конституции Российской Федерации. Конституция в Конституции ясно прописана. Не более двух сроков подряд. Вот сейчас у меня второй срок подряд. Не более двух сроков подряд. И, как вы помните, я был дважды президентом, а потом покинул должность президента, постпрезидента. Потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз. Вот и все. И я намерен придерживаться этого правил в будущем. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Ладно, возвращаемся к глупости Цекова. А то мы отвлеклись, непонятно мне, а по каким статьям дела собираются заводить в отношении вот этих вот уехавших критикующих. Кстати, конфискация имущества предусмотрена лишь при совершении коррупционных или экономических преступлений, очень редко уголовных. Да и тут там все непросто, во внимание принимаются размер ущерба и бла-бла-бла, однако похоже. Сенатору пустомили, на это плевать. Чувак, видимо, в депутаты из гопников пришел, ага, из тех, что в 90-е гоняли в китайских спортивных костюмах. И, эээ, слышь, куртку сюда дай, она мне нравится. И про законы военного времени мне тоже петь не надо, любимый фуфел пропагандистов и ватников. Мы в состоянии священной войны, поэтому ты либо со страной, либо против. Я не знаю, ничего ни о какой войне не слышал. Кто ее объявлял, покажите мне того человека пальцем. Назовите фамилию объявившего дату, когда такое объявление было сделано. Но никто же не может этого сделать. Почему? Да потому что по факту российские войска в данный момент проводят спецоперацию, о начале которой 24 февраля. 2022 года было объявлено Владимиром Путиным, других водных по сей день не поступало. Поэтому, дорогие зеозетики, заканчивайте пургу нести людей, обманывать война какая-то. Законы военного времени со шмурняком, что ли, перебрали двумя годами ранее? В соответствии со статьей 51 части 7 устава ООН, с санкцией Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Мы в дерьме. Впрочем, печалит-то меня другое на самом деле. Печалит меня, что шариковые эти ватники, зетики, прочие безмозглые существа данные, беспредела бы одобряют. Вот такие предложения взять все, да и поделить не понимают. Кастрюли головы, и что их-то, оно так же коснется. Однажды мы это уже проходили, не мы, слава богу, но страна наша проходила. Голод 20-х годов, там было причудливое, очень сложное переплетение сразу нескольких факторов, которые в совокупности привели вот именно к таким драматическим последствиям. Это, во-первых, истощение страны, экономики страны, вообще хозяйственное истощение России в результате Первой мировой войны и последовавшей за ней гражданской войны. Когда в плачевное состояние пришел транспорт, когда значительная часть населения сельского, мужского населения, была отвлечена на военные усилия, соответственно, сократились посевы, и, соответственно, сократились и урожаи. Когда после смены власти активизировалась политика конфискационная по отношению к крестьянству. Приходили белые, приходили красные, вновь приходили белые, все шло за счет деревни. И мы на пороге чего-то похожего. Да, поначалу имущество действительно начнут отбирать у Моргенштернов и Ургантов, а вот когда все это встанет на поток, не переживай, дорогой ватник, твою машину, твою дачу, твою квартиру тоже отожмут под тем же самым соусом, что интересно. Ну, давайте снова на пальцах попробуем представить. Купил, например, местный чинуша пару квартирешек у вас на лестничной площадке, затем расселил твоих соседей-алкашей из третьей. А тут ты вроде не бухарик, но со своей двушкой ты ему вообще не в кассу. Он же весь этаж хочет, на кой ляд ему ты там, или мать старушка твоя. Запугать, конечно, можно, заставить тебя эту двушку продать в конце концов, но зачем? Если есть прекрасная бесплатная схема, вот о чем мы говорим уже несколько минут, не проще ли чинуши будет написать на тебя кляузу, мол, гражданин такой-то ругает Владимира Владимировича, почем зря вообще государственный устой хает, ага, а еще я слышал, за границу сбежать собирается, как думаешь, кому поверят? А то, что ты сторонник ВВП, тебе вряд ли поможет, пинка под зад и гуляй, Вася. Сегодня были арестованы 16 участников банды черных риэлторов, которая отличалась особой жестокостью. Более пяти лет преступники охотились за квартирами одиноких москвичей, обманом вынуждали подписывать документы на недвижимость, после чего вывозили в Тверскую область и зверски убивали. Все детали, а также бывшие адреса своих жертв раскрыл главарь банды. Ну нахер. Отец. Да вот же вот, даже когда закон еще худо-бедно работал в нашей стране, даже в те прекрасные времена мы с вами наблюдали бесконечные суды над так называемыми черными риэлторами и продолжаем. А ведь те черные риэлторы, это не просто банды из каких-то уличных отморозков, это хорошо организованные преступные сообщества со связями в высоких кабинетах. Ну давайте вообще все тормоза поубираем, пойдем на поводу у бестолковых цековых. Только потом не жалуйтесь и виноватого, когда прижмет. Искать идите к зеркалу. Мы привыкли удовлетворяться тем, что имеем. А Запад, он больше, вот у них комфорт, там, то есть, а мы главное с этой обутой одеты мало-мало, а богатством как бы. Ну нам, значит, так удобнее, а Европе так удобнее. Им обидно, что мы так шикарно живем в этой Европе. Они завидуют нам. Впрочем, ничего нового. А вообще, конечно, нет. Ну давайте все-таки подведем итоги года какие-то уходящего. Или правильнее будет сказать сразу трех последних лет, потому что к дню сегодняшнему мы, как общество, шли с начала пандемии, потихонечку оскотинивались. Все больше и больше теряли человеческий облик. В этом нам очень здорово помогали пропагандисты. Ну вспомните хотя бы разделение на вакцинированных и антиваксеров. Последних как только не оскорбляли, как только не унижали. Причем в СМИ, журналисты, чиновники, депутаты, сосед на соседа. Ведь готов был пойти из-за разногласий в вопросах вирусологии, лечения, модной болезни. Оказалось, это была всего лишь разминка. Окончательно человечность мы потеряли в 22-м, когда абсолютно все маски оказались сброшенными в прямом и в переносном смысле. Мы перестали стесняться хамства. А у нас поселилась вселенская ненависть. Быдло повылезало изо всех щелей. Такой гнойник вскрылся. Никто, по-моему, даже не догадывался, сколько вокруг нас живет моральных уродов. Беспринципных, озлобленных, мерзких и мелких людишек. Где твоя камера? Вот смотри, вот она твоя камера, да? Да. Ну? Ну и чё? Я тебе скажу, что ты девочка. На эту камеру я тебе скажу. А знаешь, почему ты девочка? А? Ну? Потому что ты нахуй, ты никуда нахуй не пошел, в б***ь, урод. Отойди отсюда. Отойди отсюда. Да пошел ты нахуй отсюда. Пошел ты нахуй. Отойди отсюда. Поехали, я тебе бошку разобью. Отойди отсюда. Там, за меня не цеплятся. Давай, давай, давай. Не смейте вас. Не смейте меня так. Тихо. Тихо. Хотите, нарисую картину России 2022 из моего воображения? Россия, в которую вот это вот быдло превратило в великую некогда страну? А мне все больше оно напоминает общественный туалет где-нибудь на вокзале, на который давным-давно всем наплевать. Вокзальному начальству в первую очередь там сто лет, никто не делал ремонта. Там даже не убираются, уже бог его знает, сколько времени сантехник осталось желто-коричневый. Трубы полопались, фекалии текут по полу, смрад стоит такой. Туда нормальному человеку заходить противно. Вот он открывает дверь, видит всю эту мерзость. Потом его догоняет зловонный запах, и человек думает, нет, я лучше потерплю. Фу, как не культурно. Меж тем, вокзальные бомжи данные сортиры даже облюбовали. Бомжи, да, я сказал, нет, не бомжи. Человекоподобные существа в грязной одежде. Насквозь пропахшие мочой с вечным запахом тухлятины и перегара. Вот они там прям поселились. Раньше погреться заходили и вели себя как можно менее вызывающе. Ну, потому что нормальные люди в туалет заходили, хозяин у него какой-то был. А теперь в нем остались только они, свои, скажем так, вот эти вот человекоподобные существа. И многие аж крылья распушили, борзеть начали, мол, мы тут хозяева, захотим весь мир нагнем. Их, кстати, вдохновляет то, что обычные люди перестали в эту помойку заглядывать. Ага, а еще они придумали себе легенду. Эти к нам не заходят, потому что они нас боятся. Да нет, хочется сказать ущербным, потому что противно. От этого всего противно. К вам прикасаться противно, посмотрите на себя. Разве может человек так опуститься? А впрочем, не буду вам портить новогоднее настроение. Его и так немного осталось. Спасибо, друзья, с Новым Годом. Не слушайте дураков, которые обязательно станут лопотать, мол, ой, нечего праздновать. Это не так. Праздники люди придумали для того, чтобы хоть немного отвлечься от повседневной грязи. Попробовать перезагрузиться, что ли, вот этого. Я вам и желаю отвлечься и перезагрузиться. Все. Это была реальная журналистика. Увидимся уже в 2023. Удачи вам, любви и терпения. Все, пока. Пока.